Все начали спрашивать, а где же они работали, откуда они взялись? А мы вот из интернета. Это смешно звучит, но, может быть, поддержка друзей — это одно и самое главное, что у вас есть. Просто рассказать аудиторию о том, что вот есть такая классная коллега. А я ведущая, как ты хотела. У меня нет такой экспертизы, допустим, я там модничать, люблю наряжаться. Катя тоже любит наряжаться и любит писать про богатство. То есть мы уже в этом вагоне. Лиза, это наш первый опыт, боже, мы настоящие блогеры, представляешь? Нас зовут уже как звезд. Всем большой музыкальный привет в эфире программа «Тема». Меня зовут Лиза Жарких, и сегодня в студии я буду не одна. У меня, можно сказать, модный дуэт в гостях. Девчонки, привет! Инна Камбарова и Екатерина Земская. Вы блогерша. Могу так называть вас? Блогерша Телеграма. У вас два Телеграм-канала. Один называется «Мамкина модница», это Катя твой. Нет, это мой. А, твой. Да. И «Бедная богатая девочка». Рассказывайте, как так получилось, что вы стали, ну, что вы так круто раскрутили свои странички. Девчонки говорят о моде. Ну, это я так, нашим зрителям можете поздороваться. Всем привет! Девчонки говорят о моде и делают это очень интересно. Сразу хочу отметить, даже я уже посмотрела и оценила. Наверное, я начну, потому что я была у нас стартапером в этой истории. Мой канал «Мамкина модница», потому что я мамкина модница. Я долго не думала, и три с половиной года назад его так назвала, и решила постить что-то про распродажи. Потому что я все время была в распродажах, и все время что-то покупала, как сумасшедшая. Была шипоголиком. Ну, я не по шипоголик, я была в декрете. И мне Катя говорит, слушай, надо как-то это... Интегрировать. Интегрировать, да. Я говорю, хватит покупать, тебя муж выгонит вообще из дома. А вы были изначально подругами? Мы уже больше 15 лет. Больше 15 лет мы подруги. Я просто говорю, что ты можешь приносить пользу, потому что она одевала меня, одевала всех подруг вокруг. Это правда. Знала, где что купить, выгодно. Выгодно, дешево. Прям экономили, чтобы потратить. Прям вот эконом. Да, поэтому, конечно, я делись, открываясь. И тогда только-только зашла тема про телеграм, и там было удобно размещать ссылки. То есть это не было мейнстримом, и, в принципе, она довольно быстро раскрутилась. Это было понятно, что какой-то большой вектор на развитие именно этой соцсети, которая еще не являлась тогда соцсети, а, скорее всего, была мессенджером. А я уже была вторым составом. Ты когда начала? В том году начала, и спасибо Ене за поддержку, потому что она тоже говорила, давай начинай, потому что у меня есть экспертиза по тратить денег в больших количествах. И бедно-богатая девочка, это ирония, естественно, это, если вы знаете, есть такой фильм «Бедно-богатая девочка» 60-х годов про маленькую девочку из богатой семьи. В общем, потом посмотрите, погуглите. В целом история про бедно-богатую девочку зашла, потому что есть юмор, есть моды, есть селебрити, есть небольшие сплетни, экспертиза о том, что дорого, что дешево, где, чего, куда. У вас пересекаются как-то темы? У нас не особо пересекаются темы, потому что мне полтора года назад пришлось изменить, потому что у нас очень мало магазинов стало, мало магазинов с распродажами, и я решила свою экспертность и насмотренность в моде, в мирное русло тоже пустить, и начать писать про моды, я в том числе пишу для интернет-изданий, даже про... А вы учились там с журналистами, откуда просто... Как-то любим наряжаться. Нет, хорошо, но грамотно подавать информацию, это тоже очень важно. У нас высшее образование у обеих. Я думаю, что одна из фишек вообще наших телеграм-каналов в том, что мы не вышли ни из одного издательского дома, мы не работали с журналистами, мы не редактора, и когда мы появились на... Ну, а нас подсветил рекламодатель скорее, чем какое-то там издание, да, то есть у нас не писала пресса, и когда мы появились на небосклоне телеграммной жизни и жизни вообще социальной такой светской, да, в Москве, конечно, все начали спрашивать, а где же они работали, откуда они взялись? А мы вот из интернета. Я вентиляторы продавала. Из реальной жизни. Вентиляторы? Да, я была руководителем отдела промышленных продаж в очень крупной климатической компании. Потом я ушла в декрет, и вот... Через тебя можно аккордей заказать? Ну, как, если у тебя завод, то да, потому что там были большие... Можно на завод и в торговый центр. Прикольно. Но я уже там не работаю, я могу дать контакт. Прикольно, девчонки. А я хочу обратиться к нашим зрителям, вы тоже можете задавать вопросы. Может быть, вы, девчонки, тоже мечтаете раскрутить свой Инстаграм, точнее, Телеграм-канал, Инстаграм запрещенная соцсеть, и хотите посоветоваться, с чего начать, как это сделать, то обязательно пишите, самые интересные вопросы я буду зачитывать. Продолжается прямой эфир программы «Тема». Девчонки, насколько я знаю, у вас 27 тысяч подписчиков и 25 примерно, да, плюс-минус. Как вы изначально вообще прибегали к раскрутке какой-нибудь? Каким образом привлекали аудиторию? Я прибегала, я покупала рекламу, и 3,5 года назад все покупали рекламу. И все равно надо было как-то поддерживать, чтобы увидели, чтобы дорасти до того уровня, чтобы уже тебя заметили. Я переливала аудиторию с другой социальной сети, с картинками, у меня там довольно много. И часть аудитория пришла от Инны, от друзей остальных, которые появились потом в Телеграме. Вообще, я Инна, когда был канал, у меня не было вообще соцсетей, у меня было все выключено, я ходила, подписывала всех ручками на Инночку. Серьезно? Теперь мы делаем это вдвоем. Настоящая подруга. Я подходила, говорю, вы что, не знаете такой канал? Она модница. И я такая, давайте я вам сейчас помогу. И реально, это смешно звучит, но, может быть, поддержка друзей, это одно и самое главное, что у вас есть. И это ваш социальный капитал, который вы скопили всю жизнь. Поэтому в любой соцсети, в которой вы не были, пусть то в ВК будет или Телеграм, вы в любом случае опирайтесь на них, попросите, что о вас рассказали и так далее. Конечно, если у вас есть денежки, конечно, все будет полегче. У нас была настоящая работа, поэтому мы пришли с капиталом. Когда-то вы покупали рекламу, сейчас, я так понимаю, у вас покупают рекламу. Сколько стоит реклама в вашем Телеграм-канале? Вот, например, я хочу у вас прорекламироваться. Мы тебя так прорекламируем. Ничего себе. Вообще, начнем с того, что маленькие блоги мы не берем на рекламу, потому что... У меня большой блог. Вообще, это 130 тысяч подписчиков. 130 тысяч подписчиков где? Так. В соцсетях. В соцсетях. Нет, я думаю, что, естественно, мы тебя как интернет-подружку возьмем и просто так. Но в целом это всегда зависит от продукта, который ты рекламируешь. То есть нет какого-то конкретного ценника, потому что, ну, это всегда ты принимаешь на свою сторону риски, потому что ты не знаешь, что там за бортом. Ну, хорошо, например, это какой-то шоу-рум, магазин одежды. Одежда вам нравится. Сразу нет. Сразу нет. А я ведущая, как ты хотела. Ты знаешь, а когда будет рун-тур? Рун-тур, мы можем устроиться, подписывайтесь на наши соцсети, если увидите. Нет, ну, пока что не будем отвечать на канал, ну, на этот вопрос, потому что, ну, все пора... Потому что налоговые сейчас наблюдают. Нет, кстати, говорит, такое время. Но, кстати, говорит, по налоговому у нас. Но мы не выходим из... Давай так, ровно. Мы не выходим из самозанятых. Тема на РУ-ТВ Ну что, совсем скоро, 23 мая, в Кроку-Сити-Холл состоится 12-я русская музыкальная премия телеканал РУ-ТВ. И у нас вовсю продолжается голосование в номинации «Фан» или «Профан», где победители выбирают фан-клубы артистов. Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти в наше сообщество ВКонтакте, найти пост с номинантами и, собственно, поддержать любимого артиста. В этой номинации побеждают не только артист, но и поклонники, но и фан-клубы. Так что, голосуйте категория 16+. Девчонки, ну, а мы с вами поболтаем. Хочется все-таки поговорить о заработке, о самом таком перспективном, важном, наверное, предложении, которое вы осуществили благодаря Телеграму. Что это было? Какая-то рекламная кампания. Что это? Я думаю, что можно вам рассказать секретики. Мы недавно с Инной бежали полумарафон в Париже. Это мое guilty pleasure каждый год. В этом году я утащила подружку. Ты первый раз? Да. И как? Очень удачно. Она молодец, жива, красива. Это было все после трех дней в Париже с подругами. Сами понимаете, было нелегко, но мы справились. И, конечно, большое, огромное спасибо всем русским брендам, которые поддержали меня в этой рекламной интеграции, потому что она стоила больше миллиона рублей. То есть я поддерживала все русские бренды и партнеров наших, а не меня. Прикольно. Да, и все выигрыши, потому что это был вин-вин абсолютный. То есть сейчас бренды хорошо идут на любые интеграции с блогером, когда они предлагают что-то, какой-то экшн, какое-то новое мероприятие, но не просто там сходить поесть. То есть бренды, конечно, как пошутил недавно кто-то из наших коллег, что Москва не видела такое количество бренды, как в этой весной. Это правда, потому что иногда количество бренды достигает приглашения на бренды достигает 18 в день. Мне кажется, 20 было. Даже 20 было, но мы просто какие-то уже не рассматривали. Мы выбрали 8, пришли на 5. Знаете, время не резиновое, тут задержали, там задержали. Да, молодых тоже, знаете ли. Девчонки, я так понимаю, вы хорошо зарабатываете? Ну, неплохо, нам хватает на бет. Хорошо, нас смотрит женская аудитория, большинство людей все-таки. Если они хотят начать, вот благодаря тому, что вы сейчас появились в эфире, может быть, это кого-то мотивирует начать вести свой телеграм-канал, давно об этом думают, но не решаются. Вот с чего начать? Во-первых, надо быть экспертом в чем-то, то есть ты должен понимать, о чем ты будешь писать. И чтобы твоя экспертиза, она была плюс-минус эксклюзивной. То есть если делать мемчики, шуточки и так далее, ты будешь анонимным, возможно. То есть надо себя, много очень есть врачей, психологов, и они очень котируются. То есть у меня нет такой экспертизы, допустим, я там модничать, люблю наряжаться. Катя тоже любит наряжаться и любит писать про богатство. То есть мы уже в этом вагоне. То есть если сделать еще один, очень много сейчас появляется модных каналов, но я вижу, что они не растут. Поэтому надо уже отходить. Не растут, потому что их очень много стало? Ну, потому что даже если мы их рекламируем, наши подписчики уже не будут так охотно подписываться на такие же каналы, как и наши. Потому что все равно нужно что-то новенькое. Ну, на мой взгляд. Не хотите конкурентов? Да пусть они. Я бы хотела еще сказать, чтобы не было иллюзий у девочек о том, что это легкая работа. Это совершенно нелегкая работа. Мы делаем по 12 постов в день. И в каждом посте мы не можем... То есть информация вообще у всех одинаковая в руках. И триггерит, и интересно посмотреть не на тот пост, который там типа, о, достали информацию, а на твой взгляд на этот пост. На подачу. Любая новость. Да, то есть вот сегодня новость про эфир РУ-ТВ. Боже, как здесь красиво, да? Ну, какая наша будет подача? Какая наша вообще история? Зачем мы сюда пришли? Да, то есть будет интересно прочитать только про это. Конечно, мы пришли... А зачем вы сюда пришли? Лиза, это наш первый опыт. Боже, мы настоящие блогеры. Представляешь, нас зовут уже как звезд. Тем более, что нас позвали первый раз на красную дорожку премию РУ-ТВ. Для меня это... Маджентовую. Маджентовую, но она красная, это типа как устойчивое выражение. Мы, безусловно, придем. Это вообще восхитительное событие, и для нас это первый раз. Я хочу, чтобы все вышли из иллюзии, что это очень легко. Конечно, вам придется работать. Конечно, там вот... Мы вот только за кадром обсуждали, что приходится постоянно следить за новостями. Да, нет, это фулл-тайм-джоп абсолютно. То есть мы постоянно в сети. У меня семья моя иногда меня не видит. Ты в телефоне всегда. Я всегда в телефоне, да. И уже ничего они не скажут. Потому что они понимают, что это настоящая работа, она приносит свои плоды. Ну, то есть кроме того, что ты пишешь, ты еще следишь за налоговыми ведомостями, ты следишь за чеками, то есть договора, то есть вычитываешь договора. То есть это все... У вас есть помощники? Мне помогает племянница. Мне помогает племянница. У нас взрослая уже? Да, она учится в РАНХИКС. Алисе, привет. Она большая молодец. То есть она вычитывает договора, она заключает договора. То есть она молодец. То есть у нее тоже... Ты ей платишь за пешку? Есть. Молодец, круто. Ну, пусть работает. Мне кажется, что мне облегчает, потому что мы еще, если что, мамы, девочки, если вы мама с ребенком... Я еще и жила, знаете ли. У нас нет нянь, кстати. Я хотелось бы рассказать. И наши дети в данный момент в саду, в одном государственном саду. Кстати, спасибо. Спасибо большое за счет. Очень хорошо. О, супер. Мой привет. Девочки, просто не нужно говорить, что у вас нет времени и так далее. У нас тоже нет времени. Время есть у тех, у кого есть цель, у кого есть страсть, у кого есть желание работать. Время, конечно, всегда найдется. У нас тоже дети. То есть до 6 часов мы почти свободны. После 6 частично свободны. На многие мероприятия мы приходим со своими младшими админами. Спасибо огромное всем брендам, которые их любят, обожают, ждут. Подожди, программа не заканчивается. Ждут. Не, ну это я так. А те, которые не ждут, они на карандаше. Такое тоже было, Инна. Напоминаю, что 23 мая в Кроку Сити Холл состоится 12-я русская музыкальная премия телеканал РУ-ТВ. Мы готовим грандиозное шоу и, конечно же, билеты уже в продаже. И, кстати, у меня для вас прекрасная новость. По промокоду ARTIST до 10 мая будет скидочка 20%. А это всегда приятно. Ты же любишь скидки. Обожаю. Я пошла. Ну, мы тебя и так пригласили. Бесплатно. Девчонки, что касается как раз-таки дорожки. Вы на такие мероприятия готовитесь заранее? Конечно. У нас уже, мы уже приехали к нашему любимому дизайнеру. Жене Ленович, привет. Твоё бренд, мастер-пиз. Мы сегодня в нём. И сказали, Женя, ну всё, ты попала. Так. Мы должны шить. Мы часа два. Это платье будет? Ну, конечно. Платье-костюм. У тебя будет костюм. У меня будет платье. У меня будет платье. Ну, в общем, вы всё увидите. На самом деле, если вы подписаны на наш телеграм-канал, и вот вы чуть-чуть можете уже забылить и увидеть. А цвета? Какие цвета? Это непросто. Это будет секрет, потому что мы знаем о особенностях дорожки, да, вашего цвета, поэтому хотелось бы выглядеть очень ярко на ней. И так же, как мы идём вдвоём, мы с Тамарой ходим парой. Мы должны быть парой. Мы должны быть биться. То есть мы не можем, кто в лес, кто под рова. Но уже не всегда всё романтично, всё женственно. И поэтому мы очень надеемся, что вам понравится. Мы будем русскими красавицами. Мы будем царевнами. Да. А вы можете назвать себя стилистами, раз вы пишете о моде? Нет. Нет, стилисты это работа. Её должны делать люди, которые, во-первых, любят одевать других людей, а не себя стилизовать. Во-вторых, которые умеют это делать. То, что мы прошли два курса, один у Рогова, второй у Карина Негай, как бы это не делает нас стилистами. Ну а что, они молодцы? Они молодцы. Курсы супер. Курсы потрясающие. Но для того, чтобы стать стилистом, это огромная ответственность. Ты меняешь другому человеку жизнь. Ты, если меняешь гардероб, то у человека изменится жизнь. Это в любом случае такое. Ну хорошо, вот как вы отнесетесь к тому, что вы как бы пишете о моде, соответственно, и ваши наряды могут обсуждаться. Конечно. Вы пишли на дорожку, предположим, да, и много хейтеров написало вам, что вы ужасно выглядели. Класс. Либо взял, например, кто-то. У нас уже так пишут. Либо взял кто-то из крутых стилистов, ну, предположим, там, та же Карина Негай, либо там Рогов, да, и сказал ужасно. Ну, в своей концепции, да, как они это преподносятся, как отнесетесь к этому? Во-первых, у нас уже есть любимый хейтер, он регулярно пишет, что мы не очень, поэтому, в принципе, мы готовы. Готовы, да. А кто это? Не скажем, это один телеграм-канал, но он анонимный, поэтому что писать про анонимный телеграм-канал? Это как, когда там пишут в закрытой страничке, да, там есть фотографии, вот вся история. Есть, фотография, говорят, вот посмотрите, эти две опять оделись плохо. А мы там хорошо оделись. А мы там хорошо оделись, мы одеты реально хорошо, и наши стилисты, и друзья, там, за Катей Мухин, нам реально сказали, ой, как вы красиво одеты. И тут вдруг какой-то анонимный нестилист говорит, что мы не очень. А может, он стилист. Мы сочувствуем ему. Мы не знаем. Его алтуфьева. Ну, а в начале своего пути расстраивались, если что-то такое было? Когда у нас начало пути было? Ну, нет, ну, вот там, три с половиной года, например, да, телеграм-канал. Ой, я десять лет назад участвовала в одном телепроекте, мне писали, чтобы тебя машина сбила. Про розы. А, поэтому, как бы, это все ерунда. Поэтому вообще. Я была амбассадором очень крупного спортивного бренда, мне писали на всех языках мира, всякое разное, вот оно хорошее, потому что плохое быстро блокируешь, и все, был человек, нет человека. Так, девчонки, хочется поговорить о наших артистах, кого бы мы могли выделить в плане стиля, ну, на ваш вкус, естественно. Кто нравится, как выглядит? Мне нравится Зиверт, наверное, она всем нравится. Зиверт, да. Я вижу хорошие подвижки у Клавы Коккин, но я не эксперт, я же, я смотрю, вот как вот девчонка, да, то есть, хотелось бы мне держать так стиль, как Зиверт, да, мне бы хотелось. То есть, действительно, она молодец, с ней кто-то работает, это тоже очень видно. Мне нравится Полина Гагарина, мне нравится Сивиль. Угу. Мне нравятся выходы Серябкина и много. Ну, на самом деле, не могу сказать, что много прям. А из мужчин кого-то можете выделить? Ой. Ой. Нет таких стильных у нас. Нет, ну, кстати, не лето прикольный. Ага. Не знаю. А, Филипп Киркоров. Нет, Филипп из года в год. Наша любовь. То есть, новый образ Филиппа Киркорова оценили? Новый образ мы привыкаем. Мы привыкаем к новому. Принятие, да, происходит. К новому, да. Мне кажется, что все равно все эти изменения к лучшему, потому что если он нашел себя, если он нашел, что ему так лучше, действительно, трудно оценить сейчас. Это же все выводы нужно сделать через год, когда все устоится и так далее. Все устоится. Да. Но одно то, что он пошел на такой большой эксперимент, это, конечно, восхищает. И очень круто, что он не скрывает, он даже на концерте у себя представляет своего пластического хирурга, потому что люди стесняются, что вот они все равно, мы никто не молодеем. И он не стесняется рассказать о том, что он себя апгрейдил. Молодец. То есть мы скоро все будем, все будем красивые. А Элжей, кстати, еще и Слава Марлова. Я пока. Или Марлова. Так, а теперь поговорим о творчестве. Кого бы вы отметили в номинации «Лучшая песня»? Может быть, там, не знаю, в течение года какую-то песню постоянно слушали, крутилась она у нас в машине. Было такое? Было, а я не знаю, мы как там сейчас с ней дружим, не дружим. Я не знаю. Мы сейчас с ней не дружим. А, нет, подожди, но она же не инагент. Ну, инстасамка. Инстасамка, так. Это наш профессиональный юмор. Ну, это ладно, мы шутим. За деньги, да. Вообще, в любом случае, я не знаю, как он это делал. Для меня баста номер один, потому что, я не знаю, он опять снова написал песню. Девочки, я снова плачу. Что это такое? Вася, прекрати так делать. Мы не можем столько плакать. Это вот эти вот, ну. Девчонки, спасибо вам за потрясающий эфир. Очень позитивный. Это вам подарочки от нашего партнера. Пожалуйста. Передавайте бренда цветочки. Вы прям реально как два цветочка. Спасибо, что пришли в студию. И хочется напоследок от вас такие мини-советики. Что носить нашим девчонкам весной и летом? Начнем с эксперта. Ну, в общем, если вам за 30 так же, как и мне, тогда просто мы открываем шкаф. Достаем свои клеши на низкой талии, свои огромные платформы, кроп-топы. При этом необходимо похудеть. Девочка, необходимо качать пресс. Я уже начала записаться на массажики, чтобы выглядеть великолепно. Ну и еще очки вот эти вот прозрачные берем, которые с цветными стеклами. В общем, нулевые, да? Нулевые. Так, Катюша. А я считаю, что вы должны одеть все, что вам классно, в чем вы чувствуете себя отлично. То, в чем вам дают больше всех комплиментов, то и надевайте. Главное, будьте позитивны, будьте открыты миру, и все будет классно. Спасибо, девчонки. На этой прекрасной ноте мы и закончим. Всем хорошего вечера. Пока. Пока-пока. Тема Нару-ТВ